Этот выпуск новостей с колес расскажет, что сейчас происходит на автовазе после того, как группа компании Рено передала свою долю акции институту НАМИ. Итак, Николя Мор продолжает оставаться президентом автогиганта. Более того, на днях французский управленец даже встретился с губернатором Самарской области. Стороны обсуждали настоящее и будущее национального автопроизводителя. Впрочем, совершенно понятно, что Мору вскоре предстоит оставить свой пост. А вот кто займет вакантное место, неизвестно, похоже, никому. Между тем, заграничные менеджеры в России работают, хотя волна отставок еще может быть впереди. Например, остался Стефан Дюран, вице-президент по технологии. Противоположный премьер из Тольятти уехал инженер турецкого происхождения Сельчук Кура, вице-президент по инжинирингу. На место последнего пришел давний выпускник вазовских пенатов Евгений Шмелев, покинувший автогигант после прихода Бу Андерсона. На счету Шмелева запуск Гранты, а также разработка проекта, который позднее превратился в Весту. Кстати, о разработке. Из Тольятти приходят однозначные сигналы, что АвтоВАЗ продолжает готовить запуск новых Логана и Сандера. Если третье поколение машин дойдет до конвейера, очевидно, что их будут выпускать под маркой Лада. При этом глава Минпромторга Денис Мантуров уверяет, уходя французы согласились продолжить поставки автокомпонентов. Правда, детали теперь начнут приходить из дружественных стран. Основным условием является то, что компания Рено будет прикладывать максимальное усилие для того, чтобы способствовать поставке комплектующих из других стран, дружественных и готовых к производству и поставке данной продукции. Кроме того, министр также подтвердил слова своего подчиненного Дениса Пака, что АвтоВАЗ сможет использовать платформу Global Assess для производства своих автомобилей, включая перспективные разработки. А пока, как твердят соцсети, АвтоВАЗ начал выпуск ободранных, выражаясь заводским сленгом, Grand. У них нет подушек безопасности, антиблокировочной системы, а моторы отвечают нормам Евро-3. Дилеры начнут получать такие автомобили летом. Но прямо сейчас заводы в Ижевске и Тольятти стоят и полноценно заработают не раньше лета.